Очень интересно. О, мэн. Так, хорошо. И вот хочется тебя спросить, а когда день говно, что ты делаешь? Мы такие немножечко друг друга, такие жжих, жжих. Спасибо. Так интимно интересно. Хорошо. То есть можно сказать, что Катя Вазянова платит по счетам? Да. А что происходит, когда Катя Вазянова не платит по счетам? К сожалению, я вынуждена признать, что я его уничтожаю. Ох, понимаю. Небольшая грудь Вазяновой. Да. Спасибо, это так искренне и так, это прям очень интимная такая штука. Блин, ну я не Илон Маск, ну что за фигня? Екатерина гость Подковы. Подковы. Значит, Подкова, из того, что я помню, это был ресторан в Кончезаспе, возле Золотых Ворот. Я там ни разу не была, просто моя база отдыха там была, и я, ну, может, приходила там водичку просить, не знаю, что там. Телефон забрать. Возик, то есть не Возянов, Возик. Возик, это моя кличка в школе. А, Возик Нью Маракана. Возик Нью Маракана. Какая-то прошлая жизнь, какая-то прошлая жизнь взлетать. Есть 100 плюс телефоновый с прошлой жизни. С прошлой жизни. Очень интересно. О, мэн. Так, хорошо. Катя Гоголевская, а, это легко. Катя заказ Медер, непонятно. Это косметика. Ага, Катя показ мод, ну тут ясно. Катя, мама Евы. Ну, кстати, здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, дорогие телезрители. И аудиослышатели. Сегодня у меня в гостях, сегодня у меня в гостях, у нас в гостях у подкасте «Як ты думаешь?» Катя Возянова, бренд-мама, бренд-все, Инт Пошиво. Катя, заснованница. Ну хоть, слава богу, не Евы только. Не только заснованница, а Евы, не заснованница. Ну, Инт Пошиво. Я ваш клиент с 2016 года, я вас очень люблю. Блин, это было 5 лет. И хотел с тобой поговорить, хотел с тобой встретиться и поговорить. Я очень признателен, что ты нашла время. С огромным удовольствием. А теперь, что мы делаем? Слушатель, зритель-то видит, что мы читаем из GetContact'а, такой аппликейшн, как Катя записана у разных людей. И вот, например, Катя Возлиянова. Мне нравится, я готова быть Возлиянова иногда. Катерина Ванезианова. О, это... Слушай, ну, Водянова уже как бы обсудили. Да, Водянова обсудили. Носок Кай плюс Катерина. Ну, носок это муж. Это мой муж, это фамилия мужа. Но... Хорошо. Кейт Возлиянова, это просто Катя Андрея. Это, кстати, нормально. У меня жену говорит Наташа Андрея. Андрей Наташи. Ну, бывает. Это же Андрей Кати. Ну, тоже бывает. Так, хорошо. У тебя есть муж и двое детей. Да. И Ева, и... Кай. И Кай. Угу. Это у нас сразу... Грыжа на сердце. У нас сразу создается антураж для слушателя и зрителя о тебе, если тебя не знают. Кстати, кто заметит, в каком пиджаке я сижу, молодец. Кто нет, тот слушатель. Кто заметит, без какого пиджака я сижу, тоже молодец. Я решил, знаешь, как, свое отношение к лав-бренду. Ой, спасибо тебе, Андрей. Спасибо огромнейшее. Показать своим внешним видом и... Внешний вид заслуживает уважение. Один платочек сейчас, а один потом будем тестировать. Хорошо. Окей. У нас сегодня в гостях вино. С тех пор, как к нам зашел Зорик, я решил, что часть гостей будет пить красное или любое другое вино. И сегодня у нас аргентинская Мендоза, Караскал, 3,9 на Вивино. Я могу твердо 4 поставить за 400 гривен красное вино. Такое достаточно... И Андрей угадал просто. Дубово, фруктово. Все неплохо. Зорик, Зорик, зачел бы. Зорик, спасибо. Вот. Ну, а поговорить, Катя, с тобой не о работе хотелось, но тут контексты такие возникли, что даже хотелось бы... Да я готова обо всем. Обо всем. И это мне нравится тебе. Вот мы говорили до начала интервью про автентичность. А точнее, как называть, крафтовость по-новому. И пришли к тому, что настоящесть, похоже. Для тебя важно слово настоящесть. Я просто очень не люблю, когда... Вернее, как не люблю. Мне не близко, когда начинают придумывать новые слова. Возможно, через 20 лет эти новые слова для моих детей станут неновыми словами. Для меня они новые и немного неродные. А мне кажется, когда говорят про важные вещи, слово, которым важную вещь называют, должно быть каким-то родным, ну, каким-то важным, каким-то основным. Оно должно быть в лексиконе. Поэтому даже как бы оно странно не звучало, допустим, слово «настоящесть». Ну, мы в школе так не учили, что можно говорить «настоящесть». Мы учили по-настоящему, настоящее. Но, мне кажется, используя вот просто как бы само слово, использовать его важно именно таким, каким оно для тебя звучит, ну, важным. Насколько часто в течение дня тебе удается сохранять настоящесть? Ну, смотри, для меня это мой KPI, поэтому я стараюсь, чтобы это было 100% дня. А с какого момента это стало твоим KPI? Это не переставало быть моим KPI, я бы сказала так. Наверное, был какой-то момент, когда я не осознавала, что это мой KPI, но в основном, я скажу по-другому. Давай. Я очень не люблю, когда я ненастоящая. Я себя не люблю, мне это очень не нравится. И ты всегда знаешь, когда ты ненастоящая. Да, конечно, конечно. Я-то осознаю, бывает необходимость. Ну, вот, допустим, ты общаешься с человеком, которым тебе нужно общаться, и ты понимаешь, что тебе приходится быть немножечко ненастоящим, потому что ты на самом деле чувствуешь другое. Но я это очень люблю, поэтому стараюсь сделать так, чтобы этих людей в моей жизни было гораздо меньше, и подобных опытов было гораздо меньше. И это был один из вопросов, который мне было интересно с тобой обсудить. Ведь ваш бренд любят многие, и, очевидно, для меня очень разные люди, удивительные, становятся твоими клиентами, услуги твои. И эти люди, прям некоторые для меня очень странные. И это не осуждение осуждения, а как-то некая оценка, что мне непросто с такими людьми. А вот ты ответила, как раз, на вопрос, как ты обходишься с этим, что с ними быть как будто настоящими очень непросто. И тогда ты выбираешь там побыть. Нет, вообще не так. Я, что касается клиентов, сейчас я уже, к сожалению, не имею возможности общаться со всеми своими клиентами. Но когда у меня была эта возможность, у нас тоже были клиенты абсолютно разные. Абсолютно. И большинство из них, 90% клиентов были очень похожи на меня. Нет, 80. 20% были абсолютно непохожи в разных степенях, абсолютно непохожи. И мне было прям в кайф понять их, узнать их, и вот прям как бы достучаться и добиться их. Потому что, когда мы говорим про костюмы, пошитые на заказ, и когда клиент перед тобой стоит в пошитом, ну, на примерке, он стоит на примерке. И тут снимается очень... снимается или не снимается, кстати, в такой момент. В основном снимается очень много барьеров, и клиент становится настоящим. Это как оголение некоторое. Да, так это и есть оголение. И это настолько круто, что абсолютно неважно, сколько охраны стоит за дверью, какие там машины приехали, перед тобой стоит настоящий клиент. И ты прям кайфуешь от того, что ты имеешь возможность этого человека узнать по-настоящему. Потому что ты понимаешь, что его настоящего вообще мало кто знает. И для меня моя настоящесть вообще никогда не была проблемой. Это, в принципе, так скажем, это в каких-то моментах была проблемой в бизнесе. В бизнесе и в работе с коллегами, иногда с клиентами. При всей моей там дипломатичности это была проблема, потому что мне это важно, мне нравится... Ты можешь врезать прямо. Ну, скажем так, я стараюсь быть максимально дипломатичной, но когда дело доходит до каких-то прям супер, даже не принципиальных, а для меня моральных вещей, я просто не могу по-другому. И если даже дело касается денег и так далее, я просто не могу по-другому. И я это... мне важно это сказать. Честно говоря, у меня не всегда это получается. Не всегда. Но внутренне мне важно. И когда я вот не получаю, то себя вот как раз в эти моменты очень сильно виню. А кто-то кроме тебя еще тебя винит в этом? Да не знаю. Я думаю, что такое личное, что никто об этом просто не знает. А тебе об этом удается разговаривать? Ну, да, да, я... да, удается. А кто делится? С кем ты готова делиться такой интимной штукой? Ну, у меня есть на работе очень близкие люди. Естественно, со своим мужем я очень многим иногда делюсь. Я очень жду, когда мы с Натахой к вам в гости заедем познакомиться, пообщаться. Я с удовольствием. У нас просто с мужем такая ситуация... Не то, что... Нет, давайте так. Раньше я хотела сказать, что не то, чтобы я сильно верю в знаки Зодиака, но, честно говоря, я в них верю. Я не про эти все там карты и так далее, и таро, вот я не про это. Но почему-то мне кажется, что я или подсознательно, или сознательно верю в знаки Зодиака, учитывая то, что ключевые люди у меня в компании, ну, многие из них овны, а я овен. Вот поэтому тут как бы что уж говорить. Да, так происходит. Овны трудоспособны. О, не говори! Так, мой муж тоже овен. И у нас все время есть такое определенное... Это я уже сейчас поняла. Определенное, ну, как бы небольшое соперничество, какое-то внутреннее. То есть вот я когда слышу интервью какие-то, что там, блин, там приходит, неважно, муж, жена домой, и они говорят, там, прошел день, там так-то, там все, там советики, все. Ну, у нас, ну, это может бывает, но вот очень сильно редко в критических ситуациях, с моей стороны, в его никогда, ну, мы такие немножечко друг друга, такие жих-жих, и, ну, мне нравится, ну, как бы... Это ваш танец такой. Это наш танец, да. Да, он уже, в принципе, такой с ним, ну, даже я и не собираюсь ничего делать, мне он нравится. Отлично. Вот, поэтому с ним я делюсь, там, определенными вещами, вот те, которые... Ну, я не то, что... Я не жду в них помощи, я просто жду в них выговора, скажем так, ну, я хочу выговориться. А я вообще нигде, честно говоря, помощи не жду, мне просто важно иногда что-то с кем-то проговорить. Я человек без психологов, у меня в жизни такого не было, вот поэтому у меня в этом плане близкие мои люди, они просто являются какой-то такой, каким-то таким щитом, с которым, наверное, для них, для меня, не то, что считаю что-то, опа, сейчас закину в корзиночку и все, но просто вот я с ними эти вещи обсуждаю. Спасибо, так интимно интересно. Хорошо. Вообще, ты знаешь, до того, как мы начали, день был отстой. И я такой думаю, я думаю, бляха, думаю, день говно, а сейчас... У меня, блядь, месяц отстой. You don't say. И думаю, а как... Вот хочется тебя спросить, а когда день говно, что ты делаешь? Смотри... Ага, значит, один. Нет, но... Нет, на самом деле, когда бывает там совсем отстой, 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 есть два рецепта. Первый – это массаж. Честно. Причем я хожу на массаж, я не человек предварительной записи на что-либо, типа я не планирую себе, не могу уже планировать себе на месяц вперед, там, маникюры, массажи и так далее, просто потому что для меня гораздо главнее работа, и если мне там что-то нужно будет сделать, мне легче, ну, как бы, я не хочу отменять что-то, мне легче записаться там с ночи на утро, нежели что-то отменять. Вот поэтому я хожу в массажи, в те места, где сто процентов есть места – это отели. И ты, когда приходишь в отель... Да, значит... Лайфхак! Да, лайфхак. А там тайки или нет? Не везде, не везде. То есть есть, в основном во всех отелях есть и тайский массаж, и такой. И тайки там на постоянной основе, то есть они, ну, они за зарплату там, то есть они просто каждый час там есть. Класс. Их вызывают откуда-то, они там постоянно есть. Вот это да. Ну да, поэтому и для меня ты заходишь в отель, ты уже в другом мире, слава богу, сейчас немножечко там ослабился карантин, люди стали приезжать. Раньше я каждое утро пила кофе в отеле. Для меня это было очень важно. Ты сидишь, как будто ты немножечко в другом мире, а потом приходишь на работу и такой, опа, ты перегрузившись и так далее. Ты раньше пила кофе каждое утро в отеле. Я пью кофе в отелях, еще с момента, когда я работала в Procter & Gamble, сколько, ну, лет, ну, 15. Ух ты. Да. И для меня это очень важно, прям очень важно. Это часть моего дня. То есть сегодня вечером, если, там, не знаю, другие массажные комитеты заняты, то тогда в отеле всегда есть место, чтобы... Скорее всего, да. ...хороший, плохой день сделать немножко лучше. Да, потому что ты перегруз... Ну, это перезагрузка вдвойне. Ты не просто идешь на массажик куда-то, а ты еще идешь в отель, где у тебя есть определенная атмосфера. Там все по-другому. Там люди приезжают на 2-3 дня. Это иностранцы. Короче, это все по-другому. Ты в одном мире, потом ты еще из этого мира заходишь в другой мир. И там ты настолько перезагружаешься, что ты вот просто можешь вытеслить. Так, все в порядке, все хорошо. Я тебе серьезно говорю. У меня такое было. Вот самый мой яркий пример у меня был перед Новым годом, по-моему, в прошлом или позапрошлом. Я себе тоже какую-то там традицию поставила. Каждое 30-е число или 31-е, в зависимости от того, где я нахожусь, я хожу в Хилтон на массаж. И это было жуткое 30-е число по работе. Просто ужасно. Я очень сильно ссорилась с одним из главных людей у нас на работе. Безумно ссорилась. И я шла, и я думала, так, сейчас я иду на массаж, и я вообще не смогу там расслабиться, потому что у меня в голове ссора. И я поняла, что лично для меня работает то, что, значит, во-первых, массаж был сделан так, что я реально расслабилась. Во-вторых, я вышла, и я на эту ссору вообще по-другому посмотрела. Прям, это не то, что мозг диктует телу, а тело стало диктовать мозгу. И я тогда поняла, что для меня лично это прям суперклассное лекарство. Спасибо, Катя. Массаж для меня лекарство. И я человек одновременно и записи, и не записи, как-то так получается. И я плачу иногда экстра, потому что мне не хочется записываться наперёд. Поэтому я готов платить экстра для того, чтобы мочь сегодня на завтра, а лучше через три часа. Боже, а я такой человек, что если я выписываюсь, я плачу всё равно за то, что там пропущена запись. Ну, что сервис, это важно. Я, например, с клиентов беру стоимость сессии коучинговой, и если не пришёл, например, или не предупредил вовремя, за день до, потому что такая договорённость. И наоборот, если я по какой-то не очень уважительной причине, то тоже плачу. И мне кажется, это правильно. Мне тоже. Уважительно. Да, это уважение ко времени. Давай поговорим о деньгах. Давай. Ты похожа для меня на человека, который легко относится ко многим вещам. Но не потому, что легко-легко, а как-то какой-то у тебя то ли фильтр, я не могу это... Как-то так ты перерабатываешь то сложное, что происходит, или как оно происходит, а нам отдаёшь по-другому, через яркость. Боже, как ты прикольно говоришь. Спасибо, Андрей. Ну, на самом деле, я не могу сказать, что... Вернее, так. Я действительно легко отношусь ко многим вещам, но эта лёгкость, это не та лёгкость, это не беззаботность. Для меня лёгкость, она не в беззаботности, не в безответственности. Для меня лёгкость — это осознанность, осознанное решение относиться легко к каким-то вещам, которые не всегда бывают лёгкими. Вот так вот. Для меня это осознанное решение. Я согласен с этим подходом И мне он очень помогает А потом я иногда думаю, блях, а тут же надо бы поволноваться больше А я такой, да нет, я-то принимаю ответственность Понимаю ход событий Но что я больше буду париться У тебя тоже так? У меня прямо сейчас такой момент У нас сейчас в компании Громаднейшая трансформация Прям вообще Надеюсь, что я через год скажу скачок Пока что Это вот просто мы стоим на этапе Определенного скачка Я очень на это надеюсь И то, как этот скачок происходит Это не то, как он происходил Допустим, не знаю Четыре года назад, когда мы переезжали Из помещения 100 метров В особняк 4 этажа И я думаю, блин Может быть потому, что я не отношусь к этому Настолько Вот внутри Сердечно Не переживаю это настолько Так, как я переживала тогда Когда это будет в итоге плохо Я понимаю, что нет Честно говоря Я думаю, что дело не в этом Я думаю, что легкость в отношении Это действительно принятое решение Которое ты когда-то принял И сказал себе Что к таким-то вещам Я буду о них думать Я буду их в голове прорабатывать Я буду Я буду с ними жить Но решение по поводу этих вещей Должно быть для меня Не сложным И мне кажется, это вот прям выбор Потому что иначе Ты можешь пойти к тому, что Решение с возрастом С опытом С течением обстоятельств Становится все больше и больше Это правда Мы принимаем все больше и больше решений Если ты подходишь с одним и тем же подходом Сорри за тавтологию К их решению То ты просто в итоге придешь к тому Что у тебя вечное Вот ты вечно о чем-то думаешь Как бы принять решение Как бы принять решение Какие-то решения Ты должен дать себе Ну как бы Карт-бланш на то Что ты Какие-то решения Ты должен принимать легко Вот ты их принял И все Более того Мне действительно кажется Что мир стал Меняться И То, насколько Далеко Принимаются решения Горизонт Принятия решений Тоже стал немножечко сокращаться Поэтому Если раньше мы думали Что Мы принимаем одно решение На всю жизнь Можете Сейчас там Тупой пример приведу Допустим Логотип будет выглядеть так Насущная проблема Просто Поэтому говорю Нет Честно Через два года это поменяется Все поменяется Через два года И Это не значит Что не должен подходить К серьезности Серьезность и легкость Это вообще разные вещи Да Это должно быть серьезно Но Не все что серьезно Должно быть тяжело Это Это удивительная фраза Не все Не все что серьезно Должно быть тяжело А есть Наверняка Бывали Очень сложные ситуации В твоей жизни И достаточно сложные Которые ты Смогла Без такой тяжести Перенести Ой Ну смотри Я вот Как раз Совсем недавно Об этом думала Потому что мы с тобой Красного Спасибо Мы же совсем недавно С тобой говорили Об этом О том что у меня Как мне кажется Ключевые моменты Моей жизни Давались через боль Да Но Я вот недавно подумала Что Возможно Это то что я помню Просто запомнилось Не больше всего То что дается через боль А то что давалось Не через боль Я просто не сильно помню И я поняла Что действительно так Допустим Опять же Сори Это Ну отличенный момент Допустим Первый ребенок Мне было прям Очень тяжело Осознать Что у меня есть ребенок Как-то свыкнуться С новым графиком Так дебильно говорить Конечно Там вписать ребенка В график Но честно говоря Это было там Немножечко именно так Вот как-то Вот все это сопоставить Себя в роли мамы Вообще Мне это не нравится Ну какая же я мама Я же Катя Вазианова Ну Короче Ну как бы Вон там Что там в год контакте В общем И мне это было Очень тяжело Я это очень хорошо Помню прям Типа все переживания И так далее И так далее А со вторым ребенком Это так легко Что Я же даже себя реально виню Из-за того Что это легко Ну блин Ну оно же по идее Должно быть сложно А тут оно Так интересно Вот это по идее Должно быть сложно Правда? Да Ну у меня есть такая штука Я потом поняла Что есть вещи Которые даются легко Нет Это неправильно говорить Они не даются легко Которые происходят В твоей жизни По твоему задуманному плану И они просто происходят Без адских осложнений И это не значит Что они плохие Или ненастоящие Или какие-то бутафорные Или какие-то неправильные Просто так вот получилось Что в твоей жизни Может быть что-то еще и несложное Вот Спасибо тебе Не обязательно Должно быть Сложно Не обязательно Ну честно говоря Я тебе не просто Но честно говоря Мне кажется что И бояться сложности не стоит То есть Мне кажется что сейчас Это то что я встречаю Во многих людях Сейчас А я так как Я нанимаю многих людей И это люди Уже младше чем я Я вижу Такой эскейпизм От сложностей Ну настолько И он безумно влияет на стоимость Он безумно влияет на стоимость Просто Инфляция Она не потому что Содержать курочек Стало дороже Инфляция Потому что Люди Вкладывают столько рисков В В свою работу Что Они так сильно Не хотят этих сложностей Они все время хотят Если что Уехать там На Бали И жить полгода И все с ними будет хорошо Что Именно Ну Я может быть там Как-то маргинально сужу Но тем не менее Мне кажется что Это большой двигатель Очень Очень большой двигатель Стоимости Инфляции И так далее Потому что эти люди Все равно потребители И они готовы потреблять Флетфайт за 90 А не флетфайт за 35 И Они готовы потреблять Потому что Тем компаниям Которые их нанимают Приходится платить им эти деньги Потому что они Не то что уникальны Они просто Больше других нет Нет выбора Да Вау Это На мой взгляд Это Очень интересный Пассаж О том Как ты видишь Сегодня Сегодня Сегодняшний день У тебя сотрудников Сколько Сейчас 73 All together 73 И возраст этих сотрудников Если можно Раскладочку сделать Смотри У меня есть Скажем так Два департамента Это менеджмент И производство То есть Средний возраст У нас наверное 40 Не знаю 35 Средний возраст В производстве Он выше В менеджменте Он ниже 20 человек Плюс-минус Менеджмент А все остальное Производство А где дольше всего Задерживаются? Где Конечно в производстве А как так? Ну потому что В производстве Мы в какой-то момент Приняли решение Что мы Берем людей Уже с опытом Уже С определенным Пониманием Того что они хотят И когда люди Приходят Ну с опытом И с пониманием Того что они хотят Они хотят этого И они остаются у нас А как ты выбираешь Тех кто к тебе приходит Работать? Они тебе что вообще Приходят и говорят? Катя вы такие охеренные Хочу со мной работать Ой нет На самом деле Это классный вопрос Я Уже не на многих Собеседованиях присутствую Ну как Слава богу Не слава богу Вот просто так Случилось Так есть Но Я очень кстати Не Не объективна В том Как я выбираю людей Потому что Персепшн вместо данных Да Потому что Для меня не важно Я хочу Ой такой Пашив классный Или Там Катя Нет Не это Мне Самое главное Для меня Две вещи Это чтобы человек Умел Любить свою работу Он мог ее до этого Не любить Но он должен Уметь это делать Он должен уметь Любить свою работу Он должен хотеть Любить свою работу А второе Чтобы он Был Или хотел быть Профессионалом В работе Вот для меня Эти две вещи Безумно важны Вот прям Безумно важны Хотеть Любить Свою работу И хотеть Хотеть быть Профессионалом Да Хотеть или быть Профессионалом В том что ты делаешь Потому что Если человек Вот я расскажу Вот просто для меня Это как прям матрица Это очень интересно Допустим Если человек Хочет Допустим Любит свою работу Но он не профессионал Его работа Воспринимается Просто как хобби Мы себе не можем Этого позволить Мы не можем Клиентам Уровня Нашего уровня Предоставить работу Человека Для которого хобби Вышивать инициалы Только нет Этого не может быть Более того Когда человек Относится к работе Как хобби Он может на неё ходить Не ходить А в нашей Творческой профессии Это очень часто случается То есть Бывает такое Я люблю Я люблю свою работу Но сегодня у меня Допустим Мигрень Завтра у меня Ребёнок из садика Послезавтра у меня Там что-то ещё И луна в Меркурии Да И Поэтому Тут важна вторая часть Его желание Стать профессионалом А это автоматически означает Ответственность Ответственность Совершенствование И для меня Профессионализм Он действительно Это То что ты готов Делать и дать Больше Чем от тебя просто требуют Работа Должностные обязанности Да у нас у всех расписаны Джоб Джоб дескрипшены Да У нас всё это есть Но Это как бы формальность А когда человек Действительно Профессионал Или хочет им стать Он делает больше Он делает больше Или Если он уже профессионал Он даёт уже больше Когда он Хочет этот профессионал Он даёт больше А когда он уже профессионал Он даёт больше И для нас Это супер-супер важно Потому что Честно говоря От нас клиенты Другого и не ждут Нет Я другого и не жду Да Я обычно это и получаю Да Да Это в любом случае Так А как ты знаешь Как вы знаете Что это именно тот человек И он такой Когда он приходит Сколько нужно времени на это Минимум полгода Минимум полгода Да Ну хотя у нас И встать на 42 месяца Но вообще-то Минимум полгода 42 месяца Нет 2-2 2 месяца Я хотел тебя спросить Такую вещь А бывало ли так Вот если говорить Назад про деньги Вернуться Плохо провёл работу Испытательную К примеру Ты платишь Или не платишь Ну Смотри У нас есть Обязательства Которые мы Говорим человеку Если в этих обязательствах Заложено Что мы платим Независимо от результата Мы в любом случае платим То есть То что мы обещали Мы в любом случае делаем То есть Можно сказать Что Катя Вазянова Платит по счетам Да А что происходит Когда Катя Вазянова Не платит по счетам Эти риски Я беру на себя Ну вот Это значит Что Я как компания Как я Согласилась На такой риск И Ну Я его абсорбирую Такое происходит Да А что ты меняешь После того Как такое происходит Подход к договору Подход к договору Как мы договариваемся Это междуюридическую составляющую Это даже Это понятийная составляющая Потому что У нас никогда не доходило До каких-то там Юридических споров И так далее Понятийных Да Но это понятийная составляющая Просто Ты мне Я тебе И чаще всего У нас Как бы Все это складывалось Я понимаю Это может звучать Не очень По-бизнесовому И так далее Не объясняй Это звучит так Как звучит То, что ты сказал Да Хорошо Вернусь А тот принцип Который ты В работе используешь Нанимая людей Те люди Которые рядом с тобой В кругу Близких твоих друзей Или просто близких людей Или там Хороших знакомых Там есть такой принцип Фильтр такой Нет А какие люди Каких людей Ты хочешь видеть рядом Ну смотри Рядом я хочу видеть Точно людей Которые в чем-то Лучше, чем я Это я уже тоже Себе поняла Они должны быть В чем-то лучше, чем я Потому что я человек Который все время Стремлюсь Мне важно В работе Видеть людей Которым я бы хотела Сама стремиться Мне это Очень важно Мне неинтересно Работать с людьми Которых я сама Формирую Мне важно Работать с личностями И должны быть в них Или черты характера Которыми я стремлюсь Это тоже может быть Или бизнес Скажем так Черты Которым я стремлюсь Прям Мне хочется быть В чем-то похожей на них С определенного момента Я поняла Что Офигенно круто Работать с людьми Которые Уже сформировавшись Профессионалы Я сейчас не говорю Про производство Производство У меня все время Сформировавшись Профессионалы У меня другого выбора нет Потому что я Не могу быть производством Я не умею шить Кроить И так далее Но я все время Могла быть менеджментом Вообще всем Абсолютно И в принципе Так и начиналось И теперь Когда там 20 человек Я понимаю Что Мой способ Подбора людей Очень сильно Поменялся Раньше я брала Людей Которые Мне очень хотелось Научить Дать Там Все сделать И взрастить Ну как Как Мини детей Наверное так Дурацко звучит Но все равно Очень Настоящая Да Спасибо Вот А теперь У меня совсем другой подход Я безумно хочу Работать с людьми Которые С которыми Я могу подискутировать Вот Я даже себе Не вчера записала Но В свои notes Что Каких людей Я хочу Видеть На сцене Работать Людей С которыми Я готова спорить Безумно Мне это очень нравится Потому что Мне нравится Что во первых Мы будем спорить О самом главном О работе Ну о том Ради чего Как бы все мы здесь О бизнесе О том Как каждый из нас Это видит Во вторых Спор Это значит Что у кого-то Есть еще мнение Он готов его высказать И это мнение Отлично от моего Я супер готова Его слушать Мне это очень интересно Мне кажется Что в спорах Там В каких-то Обсуждениях Рождается Истина И я вот поняла Что я хочу Вот таких людей А те кто Те кто рядом с тобой Вот например Андрей Муж Или прям Самые близкие друзья О чем вы спорите Если вот смотри Там контекст работы Исчезает Или он может быть Там затемняется И там другие контексты Возникают Слушай У меня сейчас такая Интересная ситуация У меня на самом деле Друзей Не очень много Прям Ну потому что я Для меня Само понятие Друг Человек Который я готова Назвать другом Это в него Как бы Ну это очень Как бы Целостное Комплексное Понятие И А расскажешь о нем? Ну да Да Я расскажу о нем Так вот Так вот Для меня Понятие В том О чем я спорю С друзьями Чаще всего Это максимально Глубинные вещи Вот сейчас У меня Очень Интересная И Важный спор С одной Из моих Очень немногих Подруг Он 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 даже не то что Моральный Он Это 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 дискуссия Про сущности Какие-то Человеческие Про то как правильно И неправильно Про то что важно В дружбе И не важно В дружбе И мы сейчас Не дискутируем Об этом Хочешь подискутируем Об этом Ой с удовольствием Тогда внеси эту тему Ну смотри Для меня допустим В дружбе Очень важна близость Давай дефиницию Близости Тогда Твою Близость Это для меня Максимальная Да определенная Максимальная Открытость На 95% Открытость Вчера Со своим другом Славой Рудницким Мы Ужинали И говорили И каждый из нас Проходил Свою Назовем это Свою терапию В близости Не я Не он Изначально Не были настроены На близость Там была Масса историй С тем что Контрзависимость Дома как было Как нас воспитывали Как это происходило Я вырос Как человек С Большим Осложнением В близости Мне было очень сложно Выстраивать крепкие Длинные отношения Особенно с женщинами И И вообще Что-нибудь длительное Для меня казалось О май гад Близость Там же случится Нет 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 А в близости Ранят Больно И еще и будет так Да нет не хочу И со временем Удалось Много Много Лет усилий Удалось Проработать Близость И Я конечно Сегодня считаю Что в дружбе Безусловно Должна близость Быть Это знаешь Как близость Как одно из оснований Да Один из фундаментов Дружбы Так хорошо Ты тоже так считаешь А в чем тогда спор Потому что Моя подруга Так не считает Что близость Вот это 95% близости Как ты говоришь Ты хочешь ее Уверить в том Что необходимо Или как Ты понимаешь Предмет спора А даже так Что будет результатом спора Я думаю Что результатом спора На самом деле Будет просто Какое-то Какое-то Определенное Высказывание На эту тему Это даже Это не важно Я же Стейтмент Да Стейтмент Но сейчас У нас такой период Где мы дискутируем И мне это очень важно И мне это прям нравится Потому что Во-первых Я не со всеми людьми Хочу дискутировать Ну Мне честно говоря Ну Как бы Не хочу я тратить на это время На дискуссию Я готова С некоторыми людьми Да Ну Ну Это не потому что Там кто-то Там умный Глупый Там какой-то Просто потому что Ну вот есть Круг с которым я готова А с которым я Ну просто пока что Ну Не готова Именно из-за времени Ну Это много времени Занимает И Мне кажется Что Результат Который мы придем Это не важно Мы вряд ли Согласимся Но это просто Будет какая-то Дискуссия Которую мы пройдем И которая Возможно Нас сделает еще ближе Просто подсознательно Потому что мы эту дискуссию прошли И звучит для меня так Что как будто Когда мы проходим вместе Дискуссию Это очень похоже на то Как мы проходим вместе Какое-то говно Сложность какую-то Или радость совместная Это так и есть И тогда какими-то мы открываемся В этом Смотри Для меня Это действительно так и есть Потому что Я абсолютно уверена Ну Возможно Люди Которые Нас слушают Смотрят Они уже понимают Что все то Что Навеяно Там Соцсетями Или Я не знаю Какими-то разговорами Знакомых Это не настоящее Это не настоящее Это какая-то утопия В которой Кажется Что Ну Как бы Эта утопия существует Но это вообще Не по-настоящему Вот я допустим У меня сейчас Последняя фишка Я очень люблю смотреть Фильмы Которые Были До смартфонов То есть До Там 95-го года Это мои любимые фильмы Вообще Мне все равно Какие они Зачем? Потому что Они настоящие Потому что С начала смартфонов Стали Люди быть Немножечко Здесь я Такой А здесь я Такой Здесь я Там Говорю слово Пиздец А здесь я говорю Все очень плохо Но Это не настоящесть И мне Ну как бы Я за настоящесть Мне это Очень важно Очень нравится Я пытаюсь себя Окружить людьми Которые У некоторых Здесь даже нету Соцсетей Это Боже Мне казалось Это раньше Боже Что же это такое Как он вообще существует Отлично существует Человек Все хорошо Человек живет Своей жизнью А не жизнью На показ И Мне кажется Что Настоящесть И в общении И в дискуссиях И во всем Она Ну она Супер важна И становится все меньше И меньше Ох какая хорошая тема Ты при этом Очень активна На социальных сетях Достаточно Настоящая Из моей оценки Стараюсь быть Но тогда Получается Что ты Тоже участник Да Я сама тоже Об этом думала Но я Злой гений Пытаюсь Сделать так Мне кажется Остаешься человеком Вот чем больше Чем больше этого будет Тем ближе Тем ближе смерть Соцсети А ведь Изначально У соцсетей Офигенная идея Они же как бы Весь мир объединяют Это офигенная идея Она классная Я со своими Бывшими коллегами Где они там Я не знаю В Нью-Йорке В Женеве Где-то Я могу им написать Они близко Как бы Это классно Но совсем не классно Когда это не мои коллеги А какие-то их аватары Которые постят Там себя с помадой Я условно говорю Что делать? Ну Быть настоящим Быть настоящим Ну Говорить как есть Писать как есть А зачем тогда Вообще писать как есть Это же получается Потому что Все больше Мне кажется Что это вопрос Коннекшена У тебя все больше И больше людей Которые Тебя могут Увидеть Услышать Тебя понять Это какая-то Как миссия Ты себя открываешь Открываешь себя Настоящим Это же Мне кажется Это вообще Обалденно Потому что раньше Как мы могли Узнать людей Ну Ну как Мы их могли Как бы физически узнать Но это определенный круг Мы могли Книжечки почитать Мы могли Фильмы посмотреть Даже интервью Ну как бы Интервью не было Ютуб это тоже соцсеть А теперь Это все возможно Это фантастика То есть Ну у любой фантастики Есть плюс и минус И как бы Все как-то Немножечко Ну как Это обычно бывает Скатились Вот скатились А хочется Немножечко всех поднять Круто Катя Спасибо Знаешь У меня Я так в метапозицию Выскочил С тобой Находись в диалоге Смотри Метапозиция Ты уже понял О чем ты говоришь Мета Новый фейсбук И одновременно Успел подумать о том А как Как я живу Вот Какой там Какой там уровень Вот этой настоящести Которую я другим отдаю В публичной части И В личной части Вот так Я отдаю большой уровень Настоящести А в публичной части Я не отдаю таков Хотя мне бы хотелось Но я не отдаю сейчас такой Знаешь А ты не видишь в этом Какую-то определенную зависимость Ты не отдаешь потому Что другие не отдают То есть Все там такие успешные А ты не можешь сказать Что Вообще-то сейчас у меня все херово Ну как бы Я могу в целом Но почему-то выбираю по-другому Я беру на себя ответственность за это В смысле Не сбрасываю Что тебе Да Да Или там А вообще-то Такое красивое А вообще-то Грудь у меня Как у меня Маленькая Небольшая Ну я условно говорю Ну вообще-то Не условно Но это правда Безусловно Небольшая грудь Ну это правда Тизер готов Небольшая грудь Вазиановая Да Я очень люблю свою грудь Если что О, мэн Класс Хорошо, что можно так Вот вообще Вот так Прямо так Но Родеваться не будем Нет И видишь Ничего для этого не надо Нет Подожди Давай Не будем Не надо что-то от тебя хотеть Для этого Не надо хотеть чего-то от меня А это желание Ну так выглядели Типа Это желание Поговорить Да Это желание поговорить Это правда Нет Для меня Есть желание поговорить Это Ну Мне очень это важно Мне классно Говорить То, что я вижу Очень часто Противоречит Тому, что Ну Тому, что я хотела бы видеть Поэтому я с удовольствием говорю Вопрос такой Тогда возник Формировала ли ты для себя Вот На самом начале До начала этого интригу Мы говорили о том, что Сложности Необходимо обязательно Пройти через сложности После мы дискутировали Это было для меня Очень увлекательно И так Бляха Как мне важно Не все должно быть сложно То есть не обязательно Ко всему нужно Через сложность относиться Даже сложные вещи Можно Конечно Достаточно легко Принять Попробовать Окей Эту часть я Оставляю в кармашке У себя Хочется тебя спросить А как раз Об оптимистичной части Есть ли у тебя Или как Формировался ли у тебя В разное время Твоей жизни Такая концепция Что такое Катя счастливая Что такое Катя счастливая И какую Метаморфозу Претерпела эта концепция Смотри Мне Я здесь сразу Хочу сделать оговорку Мне безумно повезло С родителями Очень сильно повезло У меня молодые Кайфезные родители И несмотря на то Что они развелись Это Ну возможно Какой-то психолог Скажет Что это повлияло На меня Наверняка оно повлияло Где-то Но тем не менее Я Помню свое детство И свое формирование С супер счастливым Моментом И вопрос О смысле жизни Я прям Действительно Помню Как я себе его задала Мне было наверное лет Я не помню Девять Ну я еще Я почему помню Я просто еще Не сильно доставала До зеркала в ванной А я пыталась Задать себе вопрос Зеркало Катя Катя Для чего Для чего Наверное больше чем 9 Наверное 10 или 11 И я Вот я Может мне это притесня Я не помню Короче Не важно Как бы ни было Да Я помню Что я себе Задала вопрос Не в чем счастье А я задала себе вопрос В чем смысл жизни Я себе его задала В раннем Это было до 13 Точно Период уже Слабо помню И я Сама с собой стояла Разговаривала В этой ванной И Я для себя Как бы Сделала логический вывод Что Смысл жизни человека В том Чтобы он был счастливым Это уже тогда Да Это было очень Очень давно И Потом Я себе стала С самого Самого детства Задать вопросы Счастливая ли я Вот счастливая ли я Допустим Я сижу в ванной И там Допустим Мою голову Счастливая Но в принципе Счастливая Там Я с папой Иду в школу Он меня пешком проводит Там Мы залазим на крышу Театра юного зрителя Офигеть Классная и счастливая Иду на музыку Смотри Иду несчастливая Возвращаюсь счастливая И я себе Стала задавать Этот вопрос В принципе Почти постоянно Ты продолжаешь Это делать? Уже Он у меня на автомате Это уже просто Стало моим автоматизмом Я Мне уже не нужно От себя его задавать Я просто Знаю Я четко Ну Отчет Что Сейчас я счастливая А сейчас нет Такие моменты у меня Тоже бывают Сейчас я несчастливый человек И раньше Я пыталась что-то с ним сделать Ты окей с этим? А сейчас я просто понимаю Что мне кажется Что не бывает Такого периода Постоянного счастья Его не бывает Ну Для того чтобы Как Когда-то мы тоже с папой Говорили Я там Когда-то сама пришла К тому что есть Бог И попросила меня покрестить Меня не крестили До того Как я сама пришла Я попросила Это мне было 6 или 7 лет Чтобы меня покрестили И Мы когда-то помню С мамой и с папой Шли пешком домой И обсуждали тему Бога И дьявола И я помню Тогда вот они мне сказали Что есть Ну как бы Если есть дьявол То значит есть Бог Если есть Бог Значит есть дьявол То есть Одно без другого быть не может Если хорошо Значит есть плохо Потому что если Если только хорошо Плохо быть не может И хорошо тогда быть не может И Я помню Ну вот тогда Это Очень хорошо условно И для меня Это значит Как бы Если ты весел Значит ты можешь быть и грустным Это дуальность Да И она Это жизнь Ну как бы Она вот такая Тебе нельзя Ты не можешь быть Все время счастливым Ну вот классно Что ты чувствуешь Несчастным иногда Потому что Без этого Ты не мог бы Себя почувствовать счастливым Я абсолютно согласен Хочу тебя спросить А ты Вот эту свою Тень Знаешь? Да Мне кажется да Вот один из вопросов Был у меня к тебе Я размышлял Что было бы мне важно знать Так это знать Насколько ты хорошо себя знаешь Если ты себя знаешь хорошо То знакома ли ты со своей тенью? Да Мне кажется да Мне это кажется Я Ну смотри Я ни с кем Научно подкованным Об этом не говорила Ну скажем так У меня нет психолога Поэтому я Единственное с кем говорю Это я сама Поговори со мной Я обычный человек Нет Но Мне просто кажется Что Эта тень Это Ну я вообще даже Ну это часть меня Это действительно Часть меня Часть Которая мне Которая мне Все мои комплексы Они Отлично со мной Проработают Красавчики Красавчики Да Давай поговорим так Сиграем в игру Ты называешь Поиграем Если ты не против Я за Поиграем Как тень И Ну как бы Не тень И тень Давай Давай И по очереди Будем называть Каждой свою Ту или иную часть Давай Это как Фактически Это Какой я И такой И такой В общем Хорошая часть Условно хорошая Очевидно Да Обратная сторона медали Поехали Вот то что ты о себе знаешь Начнем со светлого Назовем это так При Я про себя скажу Я эмпатичный А ты? Пиздец Я тоже очень эмпатичная Хорошо Я Все Почему? Можешь Это же ты Да Я очень эмпатичная А хочешь я тебе скажу Обратную сторону этого А ну-ка Страдание Ты переживаешь за всех Это страдание вечное Я не могу Вот ко мне придет сотрудник И скажет У него проблемы В семье Для меня это просто Но я Я не могу с этим жить Мне Я готова сейчас Вот прямо Весь фокус Переонтировать Туда Потому что я Очень эмпатичная Ладно Тогда я вдруг Потому что ты более эмпатична Я думал что эмпатична Но это Я в целом Нет Ты очень эмпатична Я даже Прямо почувствовала Тогда и темную сторону Я вижу Что Во мне Есть достаточно Зависти Например И галчности Ой Смотри Я тебе скажу так Я одно время Отписывалась От всех людей Которые я считаю Успешными Ты знаешь В психотерапии Это одна из рекомендаций При некоторых Обострениях Да у меня оно было Я тебе говорю Слушай У меня есть Прекрасная подруга Которая проходила Вот такой кризис В один момент И Ее психиатра Говорит Пожалуйста Отпишись От всех Успешных Кто вызывает Это ощущение Я Это делала И Мне действительно Стало жить легче Одно время Потом Нет как одно Оно просто реально Стало жить легче Потому что Я себя не чувствовала Полнейшим ничтожеством И мне кажется Что Это даже Ну Мне так кажется Что Это вопрос всех людей Что когда ты Подписан На тех людей Которые тебя раздражают Они типа успешно Они тебя раздражают И Тебе так тяжело Из этого жить Что ты ничего не делаешь То есть Они тебя не мотивируют Есть люди Которые мотивируют Это офигенно Это классно Но Но вот у меня Это не тот вариант Я вообще Допустим Я книг Не читаю Бизнес книг Я не могу их читать Потому что я Ну сразу думаю Блин Ну я не Илон Маск Ну что за фигня Как интересно При этом Ты та самая Катя Вазианова И Инпашив Это как Не подлизывая А именно комплименты Говоришь Я бизнес книг не читаю Зато Так получилось Да Но смотри Но у меня этот продукт Он Результат меня А не бизнес книг Это точно Плюс результат моей Предыдущей работы Это 100% Я уже сейчас вижу Там какие-то Слайды в бизнес тренингах Там кто-то проходит Блин Говорю Так Сегундочку Это было 15 лет назад В колледже В Проктор-н-Гэмбл 15 лет назад Серьезно Ребята Ну как бы Серьезно Мы как бы Не продвинулись Немножечко оттуда Вот Поэтому Я даже Я не могу сказать Что этому не доверяю Я просто считаю Что Попсовость Этого Она Опять же Не настоящая Она бизнесовая А не А не столько Желанием дать Сколько желанием Взять Заработать Вот А что касается Опа Пошел новый платочек Меняем платочек На рекомендованный Значит Екатериной Класс Класс Вот И мне кажется Что если Вообще Ну короче Смысл вот в чем Во-первых Не все люди Должны нравиться Во-вторых Не все люди В сети настоящие А если тебе Они Не нравятся Но настоящие Это один момент А если тебе нравится Но не настоящие Другой момент И короче Это все Короче Если не нравится Отписывайся Вот мой рецепт А ты была Про мою сторону Алчности и зависти Какая твоя Какая же Теневая такая Смотри я Ну Слушай Мне может быть Стыдно сказать Что я завистливая Хотя наверное Это Это же правда Наверное так Да Стыджишь тоже Кто тебе его подсадил Да Ай блин Я не знаю Кто подсадил Но Возможно Да Мне кажется Что Когда я смотрю На кого-то Более успешного Чем я А еще я смотрю Более молодого Чем я думаю Боже Раньше А ну ладно Смотри у меня Еще там есть Пять лет До этого успеха Мне 38 Там 5 Там 10 Не важно До этого успеха А тут О Так Ей же там 30 Смотри Я смотрю на возраст А прикинь А прикинь если нет А вот я Я такая А нет Не пострадала Это не транслирует Какое-то там Счастье при счастье Ну все как есть Ну классно Я прям Задумался о том От кого я отписывался В последний раз Ты понимаешь Какая-то часть есть Которая Блин давай еще Почитаем Немножечко Почитаем Слушай а зачем А вот зачем С какой целью И здесь у меня Родился вопрос Собственно О том От чего достаточно Ты знаешь Чего достаточно Вот когда ты говоришь Моложе Успешнее Ты знаешь Чего достаточно Конечно Я тебе Более того скажу Я знаю Что достаточно Тебя Все Тебя Достаточно Ты можешь Закрыть все Свои соцсети Удалиться Из всего И тебе Тебя Будет достаточно Это Вот Как Сто процентов Человечески Будет достаточно Это Небольшая Это небольшой Невроз То что мы там Такие Там нужно Посмотреть то-то Поскролить то-то Быть в курсе Того-то Это не имеет Ничего Общего Настоящей Жизни С настоящей Жизнью Не имеет Вот честно Оно не имеет Оно просто Немножечко Нас Невротически Немножечко Нам нравится Скролить Нам нравится Там быть Все время Я тоже Просыпаюсь А если У меня Телефон Разряжен Ой Что-то Не так Что-то Не так Но Честно Вот мне кажется Что это Пофиг Мы Все переживем Если Все Отключат И Все будет В порядке И Этого Достаточно И Мне кажется Это Понятие Какого-то Изобилия За которым Все гонятся За которым Все считают Это очень важным Очень нужным И демонстрируют Это Всячески В соцсетях На какой я машине Езжу Там Куда я там Летаю Сколько там У меня там Чего-то Или того-то Или подписчиков Это настолько Ну это Какой-то Знаешь Пшик Во времени Это Это не важно А что важно Катя Боже Мне кажется Важно быть собой Вот Мне кажется Мне кажется Важно Вот мне кажется Нас Природа Плюс потом Родители Будучи родителем Это я точно понимаю Хотя кстати Это я чуть позже Тоже скажу Мне кажется Важно быть собой И Ты Рождаешься Определенным Человеком Часть Из этого Человека Уже не поменять Все Ты уже таким Как бы родился Потому что ты родился У твоих родителей Дальше родители Что-то привносят Это тоже Очень важно Быть родителем Но Мне кажется Современно В современном мире По крайней мере В мире моего Фейсбука В моих соцсетей Важнее не мешать Чем Помогать Чем способствовать Да Вот сто процентов И Когда люди Do their best Вот они просто Понимают В жизни Что им нужно делать Максим Ну не то что максимум То что они хотят То что не могут То что приносит Им счастье И Дает им Ощущение Полноценности Вот это важно Из этого Я вычленяю Что для тебя Чтобы Концепция твоего Счастья Это Жить так Чтобы быть собой При этом Исходя из принципов Которые тебе есть При подборе На работу Люби то что делаешь И делай то что делаешь Хоти делать то что делаешь Профессионально Тогда это Как такие знаешь Некие правила жизни Кати Вазянова Как Есть такое Как Концепция того Что важно И что делает тебя счастливой А что делает тебя Счастливой В семье Я Человек В этом плане Очень простой Меня делает счастливой Любовь И взаимность Класс Вроде бы так просто А зачем сложнее Да Я Я действительно считаю Что мы Как Человеческий вид Отличаемся От многих Нечеловеческих видов Возможностью любить Она Уникальная Любовь может И к работе в том числе Но это вообще Способность Это способность любить А второе Ну я такой человек Это уже Моя особенность Меня Меня супер Заряжает Взаимность Я когда чувствую Взаимность Я прям У меня Колесо крутится Все Я готова Все что угодно Сделать Мне нужно Чуть-чуть Взаимности Дать Типа что Мое вложение Чуть-чуть Отдает Взаимностью И все Я готова Что угодно Вот честно Я готова Что угодно делать Я Внешне Может показаться Что я очень такой Человек Как это правильно сказать Вещист 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 Интересно Да Ну честно Но мне нравятся вещи Я люблю вещи Мне нравятся Мне нравятся одежды Одежда Мне нравятся Какие Вот я люблю вещи Мне нравится Стоит там У нас полочка Красивая Я думаю Какая она красивая Сейчас мы делаем Еще один этаж В доме Инпашив Выбираем там мебель Думаю Блин Ну вот как это Классно Я не могу сэкономить На этом Мне нравится Классно Я веществ Это правда Это приносит Мне большое удовольствие Чувствовать Ну как бы вещи И эстет Да И эстет Но честно говоря Убрав все это Все Просто взаимность Я готова крутиться дальше Без вещей Любовь и взаимность Да А какое качество в себе Ты ценишь наибольше Оптимизм Оптимизм А с каким качеством Своим тебе сложнее всего Так Хороший вопрос Я никогда об этом не думала Сейчас С каким сложнее всего Наверное Завистью А сложно здесь Знаешь как В чем измеряется Во времени Сколько я об этом думаю Ох понимаю Понимаю И даже немножко стыжусь этого Ну я тоже А что самого Удивительного В том чтобы быть Катей Вазиановой Каждый день просыпаться И понимать Что мир удивительный И тогда Теневая часть этого Что самое сложное Чтобы быть тобой В твоей жизни Когда мир Не отдает взаимности Ну вот честно Когда ты Просыпаешься Ну мир Для меня Это составляющая То есть природа Тебе не может Не отдать взаимностью Там Небо не может Не отдать взаимностью Но есть люди И когда ты С абсолютно Открытым сердцем Там совсем Идешь И у тебя Нет обратной тяги Вот это самое Сложное для меня С каким человеком Ты бы Как у нас В стариночке говорились Ты бы В одном поле Срать не села С какого рода Человеком Слушай Это тоже Очень хороший вопрос Я здесь Все время говорю Что Сильно Зависит от ситуации Потому что Если бы мне Приставили Там Дуло К виску И сказали Иди Срать в поле Там И не знаю Нет дула Это есть ты Сейчас Есть какой-то Твой принцип Или набор Подходов К человеку Или к тому С какими человеками Ты готова быть С человеком Который Который предал Правильно ли я понимаю Что тебе сложно Простить предательство Да Очень Очень сложно Что еще является Правильно понимаешь Что тебя предавали Да Предавала ли ты Ну это Такой Относительный вопрос В моем понимании Давай по другому Спрашивай Нарушала ли ты Что-то доверие Я думаю Да И я Да Я точно знаю Это себе Вот И что И что Тогда с этим делать Ну То есть мы Для кого-то Как ты говоришь То есть Обратная ситуация Я думаю Что всем не делать Ничего Платить цену Да Те же люди Относятся к нам Так же Как мы к ним Платить цену Как-то стало Знаешь Как-то Где-то даже Чуть-чуть больно стало Что-то там такое Мы затронули Ну конечно Но потому что Мне кажется Что вопрос Допустим У меня Я вот раньше думала Есть ли люди Которых я ненавижу И я поняла Что это те люди Которых я Которые меня предали Которые тебе предали Которые я считаю Что меня предали Причем Это со временем Меняется Я потом Спустя какое-то время Поняла Ой Да ладно Это не предательство У тебя есть враги? Как ты считаешь? Нет Нет А те кого ты ненавидишь Это враги или нет? Нет Это Я себе сама выбрала Как бы позицию Их ненавидеть Потому что мне в жизни Нужно Нужно Ну да А если бы враг был То кто достоин быть врагом? То есть какие характеристики Должны быть Слушай Это классный тоже вопрос На самом деле Все враги Которые я считаю врагами Они недостойны И возможно Поэтому я их и считаю врагами Потому что я Ты их не считаешь врагами? Себе позволила Кого-то считать Достойным врагом Достойным Я бы Наверное Уже просто больше не спала В принципе Там последние Сколько-то там лет Ну вот честно Как интересно Тогда получается Что если Звучит так Что как будто Вражда это как конкуренция Да Ну как Нет Для меня Нет То есть я считаю Этих людей Я считаю этих людей То есть У меня есть люди Которых я считаю Которые мне Это там Два Два человека Даже в принципе Один Человек Который меня предал Который Ну реально Вот прям Прикинул И Я считаю Ну я даже не могу сказать Что он враг Мне Врагов в принципе У меня наверное Даже нет Но Мне интересно было бы Скажем так Если бы я там На своей карте Чертила Кто там Что там И так далее Наверное Я бы там сказала Ой классно Что вот у меня там Есть враг Вот он Вот он Потому что мне Мне самой интересно Себя подогревать Вот таким вот Огоньком А что ты подогреваешь Так Ну свою Дееспособность Ух ты Да А как ты ругаешься Матом Ругаюсь Матом А как Это Знаешь Это Ответ отличный Это больше Когда ты Злишься Как ты Проявляешь Злость На человека К сожалению Я вынуждена Признать Что я его Уничтожаю Ага Ух ты Мне ужасно Это признавать Честно Мне Это неприятно Но это Вот это Кстати Моя слабость И я Во-первых Я ругаюсь Только на тех людей Которые считаю Слабее Людей Которые считаю С собой Равносильными Там или выше Я не ругаюсь Я с ними дискутирую Но не ругаюсь Ругаться я могу Только в семье Которые считаю Слабее Ну кроме Андрея Своего мужа Там Это Ну это Просто семейная Ругань Вот И И Если я ругаюсь То я Ну как бы Моя тактика Уничтожить А в конце Что-то происходит Потом знаешь Как остываю И Нет К сожалению В конце Происходит то Что я Убеждаюсь в том Что этого человека Уважать Я больше не могу Спасибо Это так искренне И так Это прям Очень интимная Такая штука Вернусь тогда Знаешь В завершение Несколько вещей Хочется Люди Которых ты выбираешь Чтобы они были рядом Есть ли у них Две-три особенности У тебя же есть люди рядом Да Которые их характеризуют Может быть Несколько характеристик Кстати Знаешь Это очень классный вопрос Тоже Потому что У меня последнее время Я не могу сказать Что поменялся Круг общения Он в чем-то место В чем-то Нет Он чуть-чуть поменялся До этого он был Очень всталый Сейчас он чуть-чуть Поменялся И мне самой было Интересно Как я Как бы В таком возрасте По каким критериям Я выбираю тех людей Которые сейчас Будут Рядом со мной Выпить вино Или поехать куда-нибудь Я поняла В первую очередь Это сила Мне очень нравится Быть сильными людьми И сила для меня Она вообще не в каких-то Достижениях карьерных Это какая-то Человеческая сила Она внутренняя Ты ее чувствуешь Или не чувствуешь Это внутреннее Это что-то как стержень Какого-то рода Своего рода Принципиальность Хотя я сама В последнее время Тоже не считаю Что принципиальность Это правильно Потому что Принципы могут Очень сильно ограничить Хотя Я еще помню Когда я спорила Со своей бывшей подружкой Насколько принципы важны Она говорила Что нет Но Сейчас я считаю Что принципы могут В какой-то степени ограничить Но стержень Безумно важен И мне нравятся Люди со стержнем И люди Которые Этот стержень Проявляют Немножечко Они будут его По-разному проявлять Но он где-то виден Где-то он светится То есть Это не какой-то там Супер закопанный Внутренний стержень Второе Это люди Которые смотрят Вперед Потому что Мне очень интересно Говорить Про вперед И по работе И не по работе Я вот не могу Сидеть и говорить Про назад Мне это очень Ну как бы Я не могу так Меня не прет Мне важно Что меня прерло А это меня не прет Поэтому это люди Которые говорят Про вперед Про какое-то будущее А еще Супер-супер-супер важно Это вот люди Которые Что-то делают Потому что люди Которые просто сидят На чем-то Что Это не важно Что-то Это биткоины Там я не знаю Какие-то взятки Я не знаю Что-то Но Для меня Этот не мой вариант Мне не интересно Но как бы Мне важно Чтобы люди Что-то делают Да Они что-то делают И это что-то Они делают С упоением И это что-то На самом деле Может быть И воспитание детей Я тут тоже Все время В себе Самой даю Как бы Момент Что Это не важно Что делать Если это делается Со страстью С каким-то Вот желанием Рвением Мне это очень важно Деятельность Со страстью И рвением Да Смотреть Дальше Втуда Вперед Стержень Да Очень похоже Что это Так знаешь Как характеристики Кати Спасибо И мы Мы уже В завершении Несколько Вообще Нужно сказать Первое О том что Нет у нас Партнеров Программы Поэтому мы пьем Вино Купленное В Гудвайне И там же Минеральную воду Ракета Ну что поделать Я к Гудвайну Еще приду А еще У Кати Есть подарок Для наших Слушателей И зрителей Это что Катя Это Сертификат На Ткань Для пошива Костюма О Найс That's so nice И тогда Какой конкурс Мы хотим Я совершенно Не думал об этом Я тоже Ну Слушай Давай Блин Давай сделаем В конкурс А где У нас это будет Публиковаться Это подкаст Да Ютуб Например В соцсетях Твоих Моих Конкурс На лучший вопрос Это Банальщина А давай Сделаем Конкурс На то Что Блин Оценивать Тоже Какой У кого Стержень Тоже Наверное Немножечко Можно Рекомендовать Стержневого Человека Или О Слушай Три же критерия Можно в комментариях Написать Того человека У которого Такой критерий Есть И что И как мы Выберем Интересненько Рандомно Всех подряд И рандомно Тот кто чаще всего Встретится То есть не тот Кто комментарий пишет А тот Кого пишут Давай Хорошо Договорились И тогда в конце Хотя вообще От себя скажу тебе Что Это типа полтора часа Похоже Где-то так Может быть меньше Мы подрежем потом Они были удивительными И очень Флоу такой был Всегда в контакте Очень легко с тобой Одновременно Не просто Потому что ты Такой знаешь Критерий настоящести Очень большой Типа Требование Бляха Ух Спасибо тебе большое У нас в гостях была Катя Вазянова Спасибо Андрей И я остаюсь Твоим прихольником И надали Спасибо Счастливо Спасибо 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 за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok